СЕССИОННЫЕ ИГРЫ Создавать миры, в которых можно поселиться. Это те онлайновые игры, в которых мир представляет собой нечто большее, чем лобби с чатом. Скайфордж четко разложил все игровые ситуации по коротким боевым сценам. Игра изо всех сил старается, чтобы вам было удобно, но из-за этого у нее почти не получается удивлять. Красиво, да. Все под рукой, богом стать можно, но это мир-теплица. Он очень заботится, чтобы вы росли румяными и толстенькими и только. С Black Desert ситуация прямо противоположная. Мы сравнивали ее с Диким Западом, потому что это он и есть. Чистейший хаос. Песочница с ничтожным количеством правил и ограничений. Как в прошлогодней ArcheAge, в Black Desert много интересных механик, но ей явно нужно время, чтобы все эти механики встали на место. Elite Dangerous. Похоже, обречена на вечное медленное совершенствование, в котором она никогда не сделала счастливыми всех. Этот космический симулятор пытается охватить все, вплоть до планетарных высадок, но нигде не достигает настоящей глубины и разнообразия. Во всяком случае, пока. Остальные ключевые новички в этой категории – дополнение для уже существующих миров. Но как раз там происходило самое интересное. Эпизодический эпос Knights of the Fallen Empire для Star Wars The Old Republic получился очень хорошим, но, похоже, окончательно отбросил желание стать ММО и углубился в сюжет. Ну а на первых местах тоже сплошь дополнение. Третье место. Destiny The Taken King. Все игроки Destiny сидят на крючке, но каждый на своем. Тут легко задержаться благодаря сплоченному коллективу. Можно продолжать играть, ставя перед собой новые цели. Пройти страйк быстрее всех, например. Не мудрено угодить в сети постоянных обновлений и жить вечным ожиданием перемен. Можно заходить в игру, как в казино, чтобы пытать удачу, собирать редкие вещи и непременно хвастаться ими. У каждого найдутся свои причины, чтобы продолжать. Механика перестрелок дает ощущение полного контроля. Над оружием, над передвижением, над ситуацией на поле боя. Это чувство опьяняет так же, как длинные выверенные комбинации в файтингах. Соберите команду таких же опытных игроков, и удовольствие от сокрушения противников увеличится многократно. Поэтому вокруг Дестини льется столько жалоб, слез и руганий. Ее легко полюбить за стрельбу и также легко возненавидеть за все остальное. Дополнение The Taken King заслужило лестные отзывы как раз потому, что вместе с ним пришли очень нужные и важные перемены. Дестини стала такой, какой ей следовало стать сначала. Вероятно, не какой она должна была стать, но на порядок лучше того, что было. Но прошло несколько месяцев, и стало понятно, что живительных козырей у Банджи по-прежнему нет. Пвп более или менее устаканилось, но Пве продолжает страдать. Да, здесь есть рейды и другие сложные события, участвовать в которых приятно и интересно. Проблема в том, что собирая самое мощное оружие и экипировку, сложно найти этому добру иное применение, кроме как проходить все тот же рейд. Что остается тем, кому нет дела до Пвп, как и раньше ждать перемен. 2 место. Final Fantasy XIV Heavensward Пока World of Warcraft теряет подписчиков, Final Fantasy XIV чувствует себя все лучше и лучше. Новые профессии отлично сочетаются со старыми. Новые умения кардинально меняют стиль игры за многие хорошо знакомые классы. Финалка уделяет внимание не только подземельям и рейдам, но и возможности развлечь себя вне боев. В этом году, еще до выхода Heavensward, в игру добавили огромный комплекс развлечений с кучей мини-забав и любимой еще со времен Final Fantasy VIII карточной игрой Triple Triad. История продолжает равномерно развиваться. В выходящих раз в 3-4 месяца контентных патчах добавляются новые подземелья, механики, рейдовые боссы и сюжетные квесты. Заглядывать в XIV финалку несколько раз в год все равно, что смотреть пропущенные эпизоды сериала, который и не думает заканчиваться. Ваш герой отправляется в дальние неизведанные края, знакомится там с аборигенами, узнает древние тайны и сталкивается с сильнейшими противниками. Иными словами, Heavensward удалось передать тот дух приключения, которым славятся японские ролевки. Да и сама история по сравнению с Realm Reborn стала более мрачной, более серьезной, более уверенной в себе. Final Fantasy XIV продолжает своим примером показывать, как стоит делать ММО-РПГ. Красивые, разнообразные, удобные и регулярно обновляемые. Количество ее контента, конечно, все еще не сравнить с тем, что World of Warcraft накопила за 11 лет существования, но она точно на верном пути. 1 место. Guild Wars 2 Heart of the Thorns С этим дополнением, ArenaNet выдвинула весьма важную мысль. Далеко не всегда онлайновой игре нужна прокачка вглубь. Не всегда нужно накидывать на прежний предел развития обязательные 10 уровней, как это делает Blizzard. Ведь тем самым они обесценивают весь старый контент. Здесь развитие в новом регионе устроено так, чтобы у вас появлялось больше способов его исследовать. Но сами вы не становитесь сильнее. Джунгли Магуумы – запутанная многоуровневая структура, где можно постоянно находить новые пути. Работает это не идеально. Развитие якобы необязательных способностей не такое уж необязательное. Ведь за ним спрятана львиная доля сюжетных миссий. И это отнимает очень много времени. Тем не менее, события в открытом мире получились по-настоящему интересными и массовыми. А поскольку все герои примерно на одном уровне силы, еще и адекватно сбалансированными. Guild Wars 2 все еще теряется во всех своих системах и не успевает удовлетворить разом поклонников ПВЕ, сессионного ПВП и массовых гильдейских войн. В ней всегда хоть кто-то да недоволен. И более чем правомерно. Но это тот онлайновый мир, в котором мы интереснее всего провели время. Субтитры создавал DimaTorzok